Покупка дома для большинства – самая крупная покупка в жизни. Причем за право обладать недвижимостью большинству из нас приходится регулярно платить в течение нескольких десятилетий. Но как сделать так, чтобы в случае каких-то трагедий, мешающих регулярным выплатам за ипотеку, твой дом по-прежнему оставался бы семейным гнездом? Финансовый консультант Сергей Тотров ежедневно помогает своим клиентам найти самые оптимальные варианты страхования от возможных неприятностей в будущем. Сергей, скажите, при покупке дома как стоит страховать его – через консультанта или банк? Конечно же, когда человек покупает дом, то банк очень переживает, а кто будет платить за эту суду 500 или 400 или 300 тысяч долларов, если вдруг человек, который зарабатывает деньги, умирает. А люди не переживают особо? Ну, нам свойственно об этом не думать, а банку – да, потому что они бизнесом занимаются и не переживают. Как вы ваше отношение на такие ситуации? А желательно иметь какого-то рода защиту. Можно брать в банке, можно брать вне банка. То есть я могу дать, скажем так, расшифровку, в чем разница между банковской страховкой и между индивидуальной страховкой жизни. Но вкратце я могу вам сказать три позиции, которые отличают банковскую страховку от индивидуальной. Первый – наследник. Скажем так, первый – наследник. Банковская страховка подозревает, что страховая компания, в случае, если кто-то, к сожалению, умирает, что страховая компания полностью гасит весь моргвич. То есть банк получает сумму денег. То есть наследником является банк. В своем контракте я пишу наследник, моя семья, то есть супруга, дети и так дальше. И если дети, то кто является опекуном, пока они маленькие. Давайте простой пример приведем, а каким образом это можно сравнить, кто является наследником, как это важно. Ну, простой пример. Человек имеет муж и жена, имеет моргвич в районе 300 тысяч долларов. И вдруг автомобильные… Допустим, просто говорим о том, что человек умирает, абстрактная семья, человек умирает. Банк гасит, страховая компания гасит банку полностью всю сумму. Но на руках у семьи нет денег. И это может быть проблемой. Когда мы говорим, что сумма страховки – это своя, индивидуальная, то она не меняется каждый месяц, как уменьшается мой моргвич. Она одинаковая. И получается, вся сумма приходит в мою семью. Получается, у семьи есть два варианта. Первое – погасить моргвич, и всегда есть разница, потому что каждый месяц оно больше и больше, эта разница. Или не гасить моргвич, оставить все у себя в кармане, на счету в банке имеется в виду, да, и продолжать потеть каждый месяц. Но есть выбор. И это очень важно. А если мы рассмотрим ситуацию, когда муж и жена, к сожалению, в автокатастрофе умирают, то тогда вроде бы как дети остались владельцами, если банковская страховка, да, дома, но они же не имеют права ничего делать. Ни счета оплачивать, ничего. То есть все блокировано. Ничего нельзя сделать, правильно? То есть государство должно теперь позаботиться, оно должно решить, кто из родственников будет ответственным, да. То есть оно возьмет за себя вот это, пока этот процесс передачи, дети за кем будут, за какими из родственников, с кем лучше отношения, с кем нет. Это будет суд решать. Это будет много очень парализовано. Когда мы говорим индивидуальный контракт, тогда у человека ведь в банковском один раз уплачивается, да, долг. А в индивидуальном, если мы говорим 300 и 300, каждая страховая, то получается 600 тысяч долларов приходит в этой ситуации. Кому? Детям. Но я пишу, кто будет опекуном для моих детей. То есть этот опекун может погасить моргидж и останутся деньги для того, чтобы поддерживать уровень жизни определенный. То есть вот вам, пожалуйста, кто является наследником. Это первая причина. Вторая причина – два индивидуальных контракта дешевле, чем один банковский. Это тоже важно. Деньги важны. И третья причина – кто является владельцем. Если человек, допустим, сегодня уходит из этого банка, через 5 лет уходит в CBC, предыдущий был ТД, сейчас в CBC, ему дали новый контракт, и он должен по новой страховаться, но он 5 лет старше стал. И здоровье может быть не совсем хорошее, правильно? Другие ставки. Дороже, да. Индивидуальный контракт, если я его взял, у меня нет необходимости быть где-то привязанным. Я могу перейти с одного банка в другой, а страховка отдельно идет. Это один фактор, который вот кто удивляется владельцем. Второй фактор, как я, пример, приводил, кто-то 30 тысяч долларов зарабатывает, кто-то 100 тысяч долларов зарабатывает. Да, из супругов. Супруг, который 100 зарабатывает, он взял на миллион. Не на 300, как моргач, а на миллион. Почему? Хочу моргач погасить, хочу, чтобы образовательный фонд для детей был, если что-то случится. Хочу, чтобы поддержка была моей супруге. А кто меньше зарабатывает, он может быть меньше. То есть я могу варьировать суммой. Вот эти факторы, они влияют на то, что все-таки индивидуальный план лучше. Но есть еще не только страхование, связанное именно с ипотекой, с моргачами, а также страхование содержимого дома. Или если у меня, не дай бог, какие-то работы, крыша потечет. Есть какие-то страховые программы? Есть страховка дома, недвижимости. Конечно, обязательно банк требует, чтобы эта страховка была сделана. Если мы говорим про страхование жизни, это mortgage insurance-life insurance, если банк не обязательно это требует, то есть по желанию нашему, то страховку дома на случай fire insurance, на случай пожара обязательно банк требует. Потому что если человек, к сожалению, дома сгорел, а я хочу, например. Я не знаю, дом сгорел, и если человек перестает платить, отбирать нечего. Поэтому они обязательно переживают, будет ли страховка в силе или нет. Но, естественно, когда мы делаем fire insurance, который для банка, мы обязательно внутри делаем автоматически и внутри внутреннее содержание нашего имущества и так дальше, то, что там есть в доме. То есть обязательно страхуется автоматически. Это на пожар. А если там, например, кто-то пришел... На любые, liability, на кражи. Это все включает в себя автоматически. Обязательно это все включено. Это были дорогие программы? Раньше было дешевле, конечно. Может быть, сегодня 50, 60, 70, 80, 100 долларов. В зависимости от того, какой размер дома и сколько стоит дом. Потому что сюда же входит еще и replacement. Сколько стоит восстановить этот дом. Если он небольшой, это дешевле. Если он большой дом, какие-то тысячи, скверфи, это будет дороже. А если я, например, купил дом и его сдаю, есть какие-то программы, которые позволят мне застраховать так, чтобы у меня, например, если люди, которые у меня снимают этот дом, перестают платить за меня кто-то там страховка... Перестают платить? Нет. Нет. Ну, нет. Такой страховки нет. Потому что это... Ну, если они сожгут дом, есть? Опять же, если мы застраховали. Да, потому что лучше застраховать. И у меня были такие ситуации, к сожалению, у знакомых, которые, да, это случалось. А если я просто, например, снимаю, я не владелец дома? Ну, вопрос, надо ли страховать или нет? Ну... Как звучит вопрос? Если я... Надо страховать или нет? И есть какие-то... Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Я живу много квартир. Мы говорим в кондоминиуме, да? Человек берет и снимает квартиру, да? Допустим. Кондоминиум, то есть здание само по себе застраховано, так сказать, этим учреждением, да? То есть кондоминиум. То есть у нас страховка на случай пожара есть, стены застрахованы. Но если вы залили соседей, то тогда, извините, это ваша ответственность. Моя. Абсолютно. И вы будете за все это платить, то, что там у них испорчено. И как? Вы помните, да? Два пиджака, там, три пиджака и так дальше. Да? Это вот все существует. Но надо сделать просто свою страховку. Спасибо. Продолжение следует...